всем доброе мне уже второй день в калининграде и я вижу сейчас там за окном идет снег просто уже вставать потому что я хочу пойти погулять наконец-то я выспался да тут снега навалило оставил на ночь включенным телик я забыл просто выключить сегодня просыпаюсь он уже выключен видимо там какой-то таймер установлен выключение я съел всю еду оставил только себе немного сока но у меня он за окном есть магазинчик туда сходить мне сегодня уже дали горячую воду наконец-то я принял душицы и прямо сейчас я отправляюсь гулять по этому замечательному городу погнали на улице погода божественно просто падает снежок и так тепло и уютно я очень люблю такую погоду я люблю когда из таких фабрик делают разные арт-объекты но может быть здесь в аренду сдают каким-то фирмам или компаниям что здание не сносят просто оставляют и делают такой вот дизайн очень здорово а вот и дома в таком европейском стиле созданная видимо это какое-то элитное жилье я хочу а так необычно получается что по правую руку от меня вот эти европейские дома и по левую руку обычные дома и вот это соотношение она получается двояким но ничего я просто гуляю и наслаждаюсь отличной погодой классным видом и в общем мне надо еще найти магазин чтобы что-то покушать потому что я сегодня даже ничего не ел это по-моему самое красивое место которое я видел за последние два дня но великолепно ой сколько замочков тут и уточки подплывают но уточки у меня для вас ничего нету я с собой ничего не взял и они ждут не плывут ко мне я думаю сейчас вот так вот пройдусь и вот туда пойду сейчас я хочу выяснить что это за здание сооружения и в общем надо к ним подойти поближе я был вон на том мосту и из того моста снимал вот это вот здание и вон тот вот шар я выяснил что это за здание это синагога но меня точно туда не пустят я не особо похож на еврею поэтому я в общем пошел дальше вот здесь вот небольшая история про этот собор самокаты можно взять но я бы с удовольствием покатался если бы не было снега конечно же я хочу зайти в этот собор но я не знаю пустят меня сюда потому что раннее время и работает он сейчас или нет бог его знает никто не хочет сделать себе сэлфи скам там мне повезло я нашел кассу где продают билеты оказывается да действительно сюда вход по билетам но сейчас время 9 часов местного а касса начинает работать только с десяти я думаю сейчас схожу к этому огромному шару который находится на той части моста и я хочу сюда сходить поэтому там я сейчас погуляю немножко потом приду сюда и отправлюсь в музей вот так вот раньше выглядела эта улица похоже жизнь здесь кипела прям вот видно кто бизнесмен рабочие уличные мальчишки мне чтобы попасть в одну часть надо снова пройтись по мосту это вон той части находится переход сейчас я по-молодецки добегу до него ух мост какой большой бежал вот еще нашел улица ластади я вон там был это купол синагоги вот он прошелся вот здесь вот вот этот мост и по нему прямо дошел я до этого синего шара сейчас попробую выяснить что там находится я очень люблю гулять по городу и при этом не использовать какую-то википедию или там гуглить про всякие достопримечательности а просто уже прям в моменте осваивать новые горизонты мне кажется это вообще так здорово то есть ты просто гуляешь по городу видишь какую-то достопримечательность и просто к ней идешь и даже не важно что там какая история у нее 100-летняя двухстолетняя или тысячелетняя просто идешь туда и наслаждаешься именно в мамите этой красотой мне кажется это вообще очень здорово у меня есть мечта поплавать на таком корабле правильно говорить выйти в море на таком корабле лодка шхуну бог его знает именно в атлантическом океане то есть пробачить половить рыбку крабов или что там водится и с удочкой или сетями ну не знаю вот у меня почему-то возникла такая мечта именно вот здесь вот находясь вот именно в этом месте в это здание мне не удалось попасть потому что я как выяснил оно находится в процессе ввода в эксплуатацию снегом все завалило надо почистить и что здесь написано стоило мне только озвучить свою мечту вслух как мне попадается касса и там можно купить билет на вот этот маленький корабль но я подумал я не хочу на этот маленький корабль если огромном граблище и сейчас я иду туда погнали и потом попал туда вниз до рисунок здесь даже есть музей музей меняезде преследует это не просто корабль здесь можно походить погулять и зайти в музей каютки я думаю здесь даже можно кино снимать куда подняться где я лазил это настоящий действующий корабль он даже побывал в индии а сейчас из него сделали просто музей это настоящий корабль просто а здесь даже есть кухня может быть здесь сидел капитан корабля изучал морские карты куда дальше двигаться радиограмму читал письма все происходило это где-то вот здесь подождите я по-моему понял что это за корабль судя по вот этому описанию ну возможно я предполагаю что именно на этом корабле определили самую глубокую вот тут даже написано максимальная глубина марианского желоба представляете какая глубина и все это происходило ну судя по этому описанию на этом корабле вот он проводит разные геологические исследования такое мы любим а это уже похоже какие-то части запчасти от акул огромная пасть конечно вот этот самая лучшая пасть вспоминается фильм челюсти пойдем дальше а это схема а вот здесь вот есть окошки и видно прям двигатели корабля но туда уже не пускают а это вот я сначала подумал что настоящий человек оказывается манекен каюта главного штурмана вот здесь вот был старший штурман обитал диван кровать а вот этот видимо он сам ну да то есть вот здесь вот это вот лестница как в фильме Титания наверно ну почти похоже ну почти похоже а ну а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok В 1967 году Это очень знаменитый корабль Вот это первый Витязь, да? Да, это первый Витязь На нем плавал Миклуха Маклай Маклай, плавал к островам Новая Гвинея И три года жил на островах Среди племен, изучал их религию Их быт, их нравы И... Это русский Путешественник, географ, этнограф Вот он Вот он Да А он прям один к одному? Один к одному То есть он оказывается такого невысокого роста У меня 187 186 где-то вот так вот приблизительно А он где-то 150 Хорошо Второй Витязь Адмирал Макарович Степан Усипович Он управлял вторым Витязем Вторым кораблем, да? Вот второй Витязь Ковет На который у него Совершил кругосветное плавание И за сколько... Он написал книгу Витязь и Тихий океан А еще один корабль Он с гардемаринов С 12 лет Вот в такой каюте Макаров жил в этой каюте с 12 лет Ну наподобие То есть не прям в этой Это фрагмент каюты А еще один корабль А вот он, да? Это Макаров Это он в своем кабинете В Кронштадте Когда он был комендантом Кронштадта Мебель из его кабинета Это прям оригинальная мебель? Мебель оригинальная Вот этот кожаный диван Да, оригинальный А еще корабль, вы сказали? Еще Марс Бывший Марс Который был в честь В честь корвета Макарова А вот этот Витязь, да? Вот этот Витязь назван Честь Макаровского колена Я понял Да, Макаров погиб В 1904 году На броненосце Петропавловск Во время русско-японской войны Тогда был уже ченик Вице-адмирала Командующий Тихоокеанским флотом Здесь сумка Капитан первого рамка Вот этот портрет Куда, да, сейчас? Это начальник экспедиции Это уже был начальник экспедиции Запасной Да нет, не запасной Вот так поставили В почте музея Музейная экспозиция Тут какие-то планы Планы Азбука Морзе Вот она, святая святых Вот отсюда происходило Управление этим великим кораблем Конечно, здесь все Немножечко поменялось Я еще хочу подняться Прямо на ту палубу К фильме Титаника Когда-то, много лет назад Этот долг Короболь Очень знаменитым Если я не ошибаюсь В 1957 году Из него сделали музей По причине того, что Ремонт стоил очень дорого И на тот момент В 1957 году Были уже более Производительные корабли А этот оставили В качестве музейной экспозиции А сейчас мы выходим на улицу Прямо на палубу Я буду в роли капитана Я хочу подняться Прямо на самую корму Оказывается, было несколько кораблей С именем Витязь Нельзя здесь Ну ладно Я не буду Я не буду нарушать здесь правила Оставим пока как есть Пароход запрещен Здравствуйте А можно подняться туда Я понял Спасибо Спасибо большое Спасибо Я был вон В тех окнах А туда тоже нельзя подняться Из-за техники безопасности Ну по сути Как будто я побывал В Тихом океане На этом огромном корабле У этого корабля Просто замечательная история Все не расскажешь В одном влоге И тем более Это влог Не исторический Какой-то фильм А просто влог о моей жизни И я хотел показать Что когда ты приезжаешь В какой-то необычный город Можно найти Очень много Разных достопримечательностей Вот как сегодня нашел корабль Витязь Оказывается, он был Возле Марианской впадины Это самый первый корабль Который эхолотом пробил Дно И достал до 11 тысяч 22 метров То есть это самый первый корабль Витязь И я вот сейчас по нему иду Двигатели Ну или то, что от него осталось Туда тоже можно зайти Аккуратненько Крабики Ручки тут погреть можно А туда нельзя, да? Ну ладно Пойду дальше Крабики Крабики Мне позволили подняться На рубку корабля Аккуратненько Я соблюдал все техники безопасности И здесь Аккидан открывается Просто Великолепный Прямо как Настоящий Катитан корабля У меня есть Руль Штурвал И можно плыть В Атлантический океан И есть Российский флаг Это не за мной Там кто-то на заднем фоне едет Прямо с корабля Напал В эту Весеннюю Зимнюю погоду В этот великолепный Снегопад Да, на улице Действительно Сейчас уже весна Но снег нам не помеха И отправляюсь В этот великолепный Собор Какая здесь Крутая лестница Поднимается еще выше Это книги Которые Хранятся у нас Не одной книги А этой библиотеки Потому что Война здесь Находилась Библиотека Текники Родные Выкорили Честь Окол Класса Зашлись Вот только Небольшое количество Есть Библиотеки Мне кажется Этой библиотеки Хватит на ближайшие Два поколения Здесь можно Просто Читаться Будет Видимо Грубо сказано Немножко Блин На улице Такой сильный Снег Сколько денег О Это же Чигевара Минут Минут Охранниче Модники Одевались В далеком 1800 Каком-то Там 2020 Мой путь Лежит Снова По лестнице И туда Ввысь Охранник У О Немножко О Немножко Немножко как бы это грубо не звучало сейчас даже многие не знают кто это эпоха ушла время ушло но музейные экспозиции они всегда будут жить в наших доблестных сердцах еще выше можно подняться а нет нельзя я хотел на тот балкон долезть но здесь видите все ради безопасности видимо кому-то нечего заняться человек всегда находит себе занятия в этом музее столько девушек ходит красивых на корабле почему-то я их не видел корабли только одни парни а девушки ходят в таких музеях я пошел на выход очень необычная энергетика в этом я бы сказал замке в соборе замки она какая-то я даже не могу описать языком какая-то такая простая не знаю у меня такое складывается впечатление что мне как-то не хочется здесь долго останавливаться хочется уйти из этого места я не знаю почему но здесь я побыл где-то минут может быть 15 я думаю мне пока этого будет достаточно беседа с кантом каким надо быть чтобы быть человеком и и Мы находимся вот здесь вот, а вот этот мост и все дальнейшие. Так раньше выглядел Кеннезберг, он же сейчас Кольнинград, но этот город остался только на макете, это все, что от него известно. Конечно же, многих зданий уже нету, остались только такие крупные, типа как забор, синагога, их восстанавливают. Этот музей просто великолепный. Красивый очень музей, но долго я что-то здесь не смог оставаться. Не знаю, какие-то ощущения складываются, хочется выйти из этого места. Ну, хочется и хочется, ладно. Я думаю, сейчас зайду в магазин, куплю что-то поесть и пойду в отель. На сегодня, я думаю, хватит мне пока впечатлений. Может, потом ближе к вечеру выйду. Снег прямо в лицо. Классно. Рыбаки тут рыбачат. Не знаю, что ловится здесь у них, но судя по их удочкам, экипировке, и я думаю, здесь у них рыбка вкусная. Музыка. Взял банан в магазине, немножко пирожков. Один с зеленым луком, второй с картошкой, плов, сок. Такой я люблю сок, он здесь без добавления каких-либо с этих добавок. Запеканочка, картофельная и немножко блинчиков. Все, это мой ужин. Этого ужина хватит на целый день, может быть даже и на следующий. У меня прямо здесь такая романтическая рабочая обстановка. За окном идет снег. Великолепными бортпроводниками с отличными формами. В смысле, одежда у них супер. Ремень безопасности должен быть пристегнут и затянут. Когда включено световой отход, пристегните ремень. Редактор субтитров А.Семкин